всем привет дорогие друзья вы на развлекательном канале s&g меня зовут слуцкий александр и мы продолжаем проходить карьеру фифа 15 за зенит я случайно зашел на английском языке на самом деле но я думаю тут ничего страшного не произойдет если мы сыграем один матч на английском именно но кстати что я бы хотел отметить друзья то что у нас почему-то неизвестно с кем будем играть 4 финал и странно наблюдать не это потому что вроде как уже три дня прошло мы жеребьевка ждем жеребьевку может быть может быть сейчас играем с торпеда потом длительный перерыв и там не ясно вот с арсеналом тут кубок лика чемпионов наверное будет вот 8 15 наверное апреля где-то так может 22 может быть и раньше может быть уже 18 допустим 25 24 ну да где-нибудь здесь может быть короче ладно пока что чемпионат у нас и нам тут нужно исправляться давайте посмотрим все-таки кришта заменит от же не язов должен должен прокачиваться миранчук все еще не отдохнул представляете вот так вот брызгалов где у нас на заменит ломберца который ужасен последних матчах принципе как и горой могилевца заменит наверное все-таки файзулин с горе сия не будут действовать и цели заменит билота наконец-то давно не играл в центре у нас да не хабок останутся и киржаков тоже киржаков файзулин смольников но тут много россиян в общем 456 получается да файзулин 1 смольников 2 брызгалов 3 хаджнязов 4 ладыгин 5 и киржаков 6 вполне нормально 6 россиян так стоп еще посмотреть кто тут у нас но можно аршавин вместо тайны ну ладно по ходу встречи если что ведь целя заменит у нас миранчук тоже устал нет лицель останется они все нормально так так и будем играть против торпедов конечно нужно побеждать фавориты кто с этим спорит поехали давайте все таки будем считать это стадионом именно санкт-петербургского зенита стадион петровский да они 23 мая ужасно звучит и вообще непонятно если честно для меня так что давайте это будет петровский все таки в общем матч начался по правому флангу идет торпеда сразу же сразу же с первых секунд навязывает свою игру москвичи и там флажок был поднят поэтому я даже немножечко отвлекся на время три минуты позади и первая атака торпеда завершена на левом фланге мигель да не получает мяч сыграл с атаковым дальше центр на виллу вот то ну и лотта потерял ну посмотрим за его игрой сегодня давно давно не был в старте молодых нужно выпускать миранчук подустал поэтому вышел сегодня лотта легионер видите как торпеда комбинирует вы посмотрите как торпеда очень хорошо комбинирует на самом-то деле можно было забивать сейчас и нам немножечко повезло сейчас лотта увидел киржакова вот увидел халка халк не увидел никого но здесь каким-то чудом какое нарушение правил ну какое судья или со стороны торпеда тогда зачем было свистеть халк мог выйти один на один ах искусственный интеллект судей когда вы его доработаете уже ну давай халк заряди только не выше ворот пожалуйста халк заряжает живнов на месте бывший вратарь зенита кстати кто не знает с горсио подает дани не дали пробить файзулин виктор на фланге подача и удар киржакова мяч опускался за шиворот живнову после его сейва но все-таки залетел на сетку так ну давайте лучше здание разыграем мигель подача гораю прям на голову по-моему летела это киржаков халк дани халк догонит нет чуть-чуть упустил за лицевую все-таки удар от ворот халк готовился подавать еще один угловой юрий живнов наверняка к центру поля будет выбивать и разыгрывать здесь очень опасно так и есть к центру ну здесь мяч у зенита халк ух ты билота открылся хорошо открылся билота ушел от защитника и пробивает живнов намертво фиксирует хороший сейв хорошие индивидуальные действия билоты хороший сейв живнова от гарсии тут очень здорово ушли да они ну прими мяч ну что же ты мигель от файзулина тоже с легкостью и халк упускает но тут вообще должен быть крайний защитник халк то только подстраховывать обязан но крайний сместился в центр потому что центральный сместился вперед вот так вот у нас все переместилось и из этого вылез опасный момент у наших ворот пока что надо сказать что до киржакова мяч не доходит практически вот он только сам отбирает если пятка играет на вело то никак киржакова там не отдать было гарсия нарушение или правил судья ладно играем дальше веера ну тут смольников теряет позицию раз за разом правда тут успел вот накрыть а это что это пенальти друзья на хаве гарсия я не знаю какой там пенальти судье виднее но он ставит на точку указывает на точку это пенальти по мнению судьи я ничего тут не вижу гарсия просто сзади бежал ну ладно бельядинов диньяр против юрия ладыгина ну что ж посмотрим не угадал вот и как понимать такой матч опять-таки здесь уже никак с Ростовом здесь мы неплохо действовали и какой-то один подход к нашим воротам и пенальти левый и 1-0 мы уже горим ну хорошо ладно надо продолжать Пайзулин продолжать нагнетать Киржаков на Гарсию Гарсия должен исправляться теперь за этот пенальти Хаджиниязов Гарсия Хаджиниязов подача на дальнюю штангу Халк не сбросил не смог выиграть борьбу но Халк и не верховой борец за верховые мячи ему тяжело бороться не это его сила не это билот почти отобрал вот видите все время рядом все время мы рядом все время пытаемся накрыть прессингом вроде как зачастую это не получается Гарсия снова Пайзулин поменял направление движения смотрит Халка там кроют Киржаков Билотто Дани ой Мигель пробил в одно касание но как пробил вы все сами видели лучше бы уж тогда и не бил Билотто ну вот опять наверх Халку ну как ему тут бороться Билота все таки рукой сыграл сейчас и желтую заработает да нет не показало вообще я не знаю здесь вот ну да ногу задел задел ногу если бы ногу не задел мне кажется там бы судья не свистнул мне кажется нужно рандона выпускать сейчас Билота все таки принял мяч увидел забегание Дани Мигель отправляет мяч в угол 1-0 отличный пас Билотто отличный пас разрезающий гол в раздевалку ну что ж легче дышать стало легче Билотто это нарушение правил и это желтая карточка должна быть желтой нет Халк будет пробивать удар Халка Живнов справился ну не очень сильный но по крайней мере в створ в голову попал сейчас Киржаков ну что ж первый тайм 1-1 надо додавливать торпеда додавливать набирать 3 очка то мы так налево направо раздаем очки Соломон Рандон давай больше не буду делать замен пока что Пайзуллин ну что ж давайте попробуем что за подкаты сзади постоянно ведь это на травму на травму подкаты Гарай как-то как-то у нас команда непонятно защитники впереди нападающих нападающих позади защитников отрабатывают в обороне ай Велота читает игру как здорово опять на перехвате сыграл Велота что будет делать здесь остановился слишком прямолинейно по-моему сыграл защитники разгадали они вообще контролировали на самом деле его снова Велота опять-таки на тоненького здесь судья должен эту грань четко проводить Пайзуллин развернулся Пайзуллин прострелил прострел не получился по-прежнему 1-1 55-ая минута Юрий Живнов в центру Гарсия должен выиграть Велота проиграл Брызгалов отличный отбор Велота видит видит Пайзуллинов Пайзуллин ужасный прием Виктор но сам отбирает мяч Пайзуллин Пайзуллин убежит очень много защитников торпеда Чисто Гаррэй сыграл чисто 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 Рандон Велота ну такой пас сложно даже Велоте сделать Халк Велота Халк плотно играет торпеда нет нарушения нет нарушения сгрудились все вчетвером на одном месте в итоге зоны сейчас у нас были там свободные я уверен в этом отличный отбор Пайзуллина Рандон Велота Рандон убегай Соломон Рандон угловой зарабатывает но может быть кстати и отворот будет сейчас чисто на усиление давайте так попробуем да будет угловой сейчас нужно грамотно разыграть его Аршавин с Халком Халк подача Рандон почему был на подборе а не в штрафной это же не Язов Джамалдин на вес и никто не кроет здесь как он собирался бить затылком Халк Халк выходит выходит под прессинга Рандон ой какой пас ужасный ужасный пас не получается отобрать мяч даже у торпеды в таких случаях на легендарном уровне получаем второй мяч получаем второй мяч я ставлю супер атаку Гарсье Рандона увидел дальше что Брызгалов сразу играет на велоту ужасно ужасный пас но это центральный защитник что вы хотели Халк ну все не так все не то иногда я не понимаю как так можно играть вообще почему один забегает туда другой пасует совершенно в другую степь поджиньязов только подавать тут оставалось на самом деле проиграем торпеда как вообще как левый пенальти и один шанс после той долгой распасовки когда мы как дебилы бегали вокруг мяча отобрать не могли вот сейчас опять то же самое происходит 84 минута 1-2 а что строение падает смольников еще не выбираются игроки те которые нужны Андрей Аршавин в прессинге аут польза зенитами халк ладно бразилец ты все-таки обладаешь этим ударом у нас еще есть 3 минуты я даже замолк я думал отдаст Хави Гарси вот такую передачу или нет там уже халк решает всего лишь 2-ю голую мало он забивает у нас конечно но уже намного намного больше прессинг 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 ты смотри что торпеда творит а кто их так в пас играть научил а аут польза торпеда или штрафной штрафной аут аут все-таки я поражаюсь пранич хоть здесь небольшая ошибка была ладыгин и вперед нужно вперед играть вилотто рандон брызгалов соломон брызгалов нарушение в пользу торпеду всего лишь 3 минуты добавили и все ну хотя бы одно очко хотя бы одно очко набрали могли вообще проиграть но это не то это не то нам нужно побеждать я про удары промолчу цвиска вон 3-0 фух разносит а мы торпеда 2-2 нашел всех кого мог не можем мы найти подходящих игроков нам там куча писем уже вижу я будем считать все это в следующей серии потому что напомню я на английском кстати как раз против уфы играем и на 5 очков уже отлетели мы 2-3 место ужас увидимся в следующей серии друзья и всем спасибо кто смотрел если вам понравилось ставьте лайки если написать комментариях пишите пишите что пишите что пишите Продолжение следует...